Привет, ребята! Привет вам из Лондона! Привет вам из моего угла! Сегодня 24 мая, время 12, нет, 11 часов и температура за бортом 16 градусов тепла. А я бы хотела продолжить вчерашнюю тему, но сначала небольшая такая ссылочка, ремарочка, для того, чтобы кто-то немножечко понял мою позицию, которую, наверное, никто не понимает или понимает не вполне. Вы должны, наверное, ощущать, что когда я сижу здесь в Лондоне и вот это вот вещаю, это не значит, что я не понимаю, что, значит, мониторят меня и всякие разные товарищи, ответственные со всех, как говорится, сторон. Со всех сторон. Но я вот посмотрела буквально сегодня интервью товарища Буданова, так называемое вот это радио Лондон, что-то такое, темс Лондона и что-то такое, в общем, ну, сами понимаете, это английский ресурс, который вам, наверное, недоступен, и там в очень доступной форме товарищ Буданов рассказывает, отвечает на образ журналистов, где ему совершенно откровенно спрашивают, ну, вот вы сказали, что вы будете мочить пропагандистов российских везде, где вы их увидите, не говорится, что всех русских подряд будем мочить, а вот пропагандистов. Вот, поэтому под, так сказать, вот этот, как бы, ну, я же подпадаю под этот, что я пропагандистка, я же не говорю то, что, как бы, как бы так в обтекаем, никто не понимает. Я хочу еще раз уточнить, что если бы британские ответственные товарищи на протяжении довольно большого промежутка времени, не, как говорится, как это называется, не то, что не симпатизировали, а как бы вот так их развлекало. Мое чувство юмора, а у меня есть, поверьте, чувство юмора, вот, их развлекает. Они бы давно уже меня тут пендали отдали, а они вот почему-то к несчастью и к большому огорчению украинских товарищей, которые очень бы хотели выслужиться перед британскими, как говорится, товарищами. Так вот, что я бы хотела дополнить к вчерашнему моему посту. Некоторые товарищи меня неправильно, алло, или алло, но не в ту сторону, когда я сказала, что в моем понимании вот это вот то, что произошло на белгородском направлении, это двухсторонний удар. Первый – это удар по Белграду со стороны товарища Борреля. И это, естественно, информационный повод был создан. Меня один только вопрос даже тогда интересовал, а особенно сегодня, после вот этой информации, которую я получила, которой у меня не было. И когда у тебя нет информации, то ты, конечно, тыкаешь пальцем в небо, но ты как бы так это, ну, знаете, унюхиваешь где-то что-то, потому что ты понимаешь, что где-то такое уже похожее было или не было. Вот. И по этой причине возникает вопрос, зачем это было сделано, а не кем это было сделано. Меня не интересует, кем это было сделано. Меня это интересует, зачем это было сделано. Как говорил товарищ Обама в свое время, стреляет не оружие, стреляют люди. Так вот, эти люди, которые выдвинулись, группа целая, при помощи танка, извиняюсь за выражение, но это смешно, что они не прорвали там оборону, хорошо обученные, естественно, воины. Тут товарищ Пригожин же сказал, что я уважаю, потому что своего противника надо уважать. Это хорошо обученные люди. Вот. Они понимали, что это будет их последний, так сказать, бой. Ну, некоторые из них прорвались назад, но большинство погибло. Они это понимали или они это не понимали? Это они осознавали, на что они подписались или нет? Вот это вопрос на засыпку. Ну, с точки зрения психологии, лично для меня. Вот. А я хотела бы обратить ваше внимание на давнишнее вот такой вот постулат, который вывел товарищ Коржипский. И я сейчас расскажу, кто такой товарищ Коржипский. Кратенько. Это был офицер российской армии во время Первой мировой войны. И этот самый, товарищ Коржипский, судя по фамилии, поляк, был, конечно же, гражданином Российской империи. Как и моя бабушка с дедушкой, кстати. Граждане Российской империи. И вот когда мне начинают впаривать, это мы вот это сделаем так, так, а вас, вот это вы, то, сё. Потом начинают делить эти вот наши. Ну, как в этом фильме я уже приводила вам пример. Девочка, ты чья? Она наша. Я ваша. А, ну ты ваша? Ну, тогда хорошо, ты наша. Мы тебя принимаем в нашу Когалу. А если ты девочка не наша, сидишь в Лондоне, так вот и сиди в своём Лондоне. Или лучше, вот давай пусть тебя депортируют. Почему её до сих пор ещё её не депортировали? А дочь её почему до сих пор не уволили с работы? И такие были предложения. Причём не тоже предложения, а прямо в открытую товарищ пишет, что я сейчас напишу на работу твоей дочери, чтобы её уволили. И товарищ Буданов, когда он выступает и говорит, что ему говорят вот этих пропагандистов, которые вот, значит, вы сказали, будем мочить ледорубами. Он говорит, да, да, будем. А что? А кто нам запретит? И потом, когда он такое несёт, и спикер Белого дома говорит, ну мы не можем выбирать за украинцев, как они будут воевать. Если они считают, что так надо воевать, значит, они лучше знают. И всем хорошо. И всем хорошо. Если кто-то думает, что я не просчитываю свои риски, то вы обо мне, видимо, действительно очень низкого мнения, да? Ну хорошо. Значит, теперь мне нельзя недооценивать врага, между прочим. А у меня враги, я же и в открытую называю своих врагов. Я не скрываю их. Не скрываю. И теперь вот так. Товарищ Кожипский был направлен во время Первой мировой войны, боюсь наврать, по-моему, вот уже в конце, там, что-то 17-го года, что-то, в общем, ну, в разгар, в разгар, в кризис. И он был направлен в Америку. В компанию Western Gauss. Это, которая, привет, вот это два реактора поставила, в смысле, это топливо для двух реакторов на Запорожской атомной станции, которые трогать нельзя. Сказали, трогать нельзя по договоренности. И не трогают, между прочим. Вот, не знаю, почему. Значит, эта компания производит ядерное топливо сейчас. Но на тот момент, чем она занималась сейчас, я боюсь, я мониторила когда-то очень давно эту компанию. Ну, просто я даже не помню, когда. Вот, и все это я изучала про них, потому что, ну, точно, точно, она, эта компания, на тот момент вовсе не производила винтовки. А она заключила договор с Российской империей на поставку одного миллиона винтовок для российской армии. Вам это ничего не напоминает. Вот, и товарищ Коржипский поехал туда выбивать, как говорится, заказ выполнения, потому что это было кидалово. Деньги взяли, а винтовки не произвели по той причине, что они не умели и никогда этим не занимались до туго. И он там остался в Америке, потому что, видимо, началась уже революция, то есть он уже понял, что, а с чем он вернется. И он не вернулся, он стал преподавать в университете то, что мы называем нейролингвистика. То, что мы называем, то, что меня очень интересует, между прочим, давно я совсем неплохо в этом разбиралась в свое время. Но дело не в этом, а дело в том, что те, кто сейчас задумывается о том, что такое искусственный интеллект, и почему этот, значит, искусственный интеллект пытается перебороть, так сказать, мозги, несовершенные мозги человека, и стать более совершенным и так далее и тому подобное, это одна из вот этих вот, как вот в голове у человека образуется и движется мысль. И вот по этой причине я бы хотела сказать для моих украинских недо, то, что Путин их назвал, потому что даже не хватило мозгов дотянуть до полных, до, что это просто их забавляет, забавляет, как в моих мозгах движется мысль. Я так думаю, это у меня такое мнение, почему, товарищи белогийцы, я тоже терпеть не могу. Но, значит, товарищ Каджипский сказал, карта это не территория. И я давным-давно придерживаюсь этого принципа. Карта это не территория. То, что вам показали по Первому каналу, и то, что вам блогеры разживали, это вовсе не означает, что на самом деле это именно так и замышлялось. Как оно получилось, так получилось, а как оно замышлялось, еще неизвестно. И как оно дальше собирается замышляться. То есть моя задача, которую я себе ставлю, это предугадать следующее событие, а не рассказать вам о том, что, видите ли, я, Татьяна, здесь сижу. И то, где я сижу, ничего не вижу, ничего не понимаю. Все говорят одновременно, но я тебе буду рассказывать. А ты, как говорится, сломай мозги. Значит, когда я сказала, что белгородская вот эта вот эпопея, это есть создание информационного повода, то, что товарищ Буданов сказал, сейчас идет информационная война, и мы, как говорится, в ней занимаемся запугиванием и так далее нашего противника. Создание в мозгу у обыкновенных людей хаоса и страха. А у страха глаза велики. И он сразу сдается, русс, русс, как говорится, отставайся. Так вот, вчера, я так понимаю, вечером, собрались генералы Европейского так называемого союза, где генерал, это министр обороны Эстонии, приравнен к министру обороны Испании или Великобритании, и одинаковое право голоса имеет. Нет у них единодушия по поводу, как тратить деньги, которые они собрали. А собрали они в Европейский фонд мира три с половиной миллиарда, то ли на войну, то ли на мир, неизвестно. Сейчас они думают, как их потратить, эти деньги. И, как сказал товарищ Боррель, привет тем, кто не понял, зачем он ездил в Белград, что оставшиеся препятствия будут преодолены. Он надеется, то есть, значит, руки выламывали, сидели там, выпивали, в общем, надеются, что будут преодолены. Он напомнил, что Украине было предоставлено 10 миллиардов военной помощи. Из них 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1300 ракет с марта месяца предоставлено уже. И, значит, оно должно стрелять. Стрелять не оружие, стреляют люди. По людям эти снаряды должны были стрелять. Только они стоили 800 миллионов евро. ЕС был на пути, чтобы предоставить боеприпасы на 1 миллиард евро. Наша цель предоставить 1 миллион снарядов в течение 12 месяцев. 1 миллион снарядов выстрелит по территории, занятой врагом украинского народа и нанесет разрушающие и всякие разные летальные последствия. И это все делается ради мира. ЕС уже обучил 20 тысяч украинских солдат и находится на пути к обучению еще 30 к концу года. Значит, он преследует трехстороннюю стратегию. И вот это интересно про трехстороннюю стратегию, стратегические планы, какие у этой, как называемой, европейской мирной инициативы. Предоставлять из собственных запасов вооружение. Понятно, дураку. Старое, старье, схлам предоставить, а закупить новое вооружение. У кого? У Соединенных Штатов Америки. Совместные закупки калибра 155 миллиметров. Не знаю, для чего. Для пушек, наверное, вот этих. Своих у них нет, разве не закупают. Или дают заказ своим вооруженным, вот этим Вестенгаузенам. Повышение способности европейской промышленности производить необходимые боеприпасы. Это я уже говорила, что очень скоро будет открыт, как говорится, этот всемирный военторг. Уже сама забыла, где они там собираются производить это сборище, где было сказано, что Китай не собирается там пересекаться с американцами. Ну и вот, в конце выступил Столтенберг, которого очень скоро заменят в июле, потому что всем его полусунная рожа надоела уже давным-давно. И он проинформировал сборище о последних событиях на Украине. И вы мне хотите при этом сказать, что Столтенберг должен был выйти со своей полусунной рожей туда, где они здесь пилят бюджет в 3,5 миллиарда, и сказать, ну так и шо, а шо, а шо, Бахмут, как говорится, еще окрестности уже, как говорится, пали, но кое-где жизнь еще теплится. А тут у него, пожалуйста, информационный повод Белгород. Подумайте сами. И он это сказал. И они все аплодировали, сказали, молодцы, ребята, 100 человек, значит, 70, как говорится, погибло во имя того, чтобы Россия не напала на Европейский Союз, который только лишь за мир. Ну и тут в конце вам, чуба-чубс от меня еще, значит, что когда Рикки Сунак выступал перед парламентом с отчетом по поводу своего успешной поездки на G7, он сказал такую интересную фразу в конце. Значит, мы будем изо всех сил стараться, чтобы предотвратить нелегальную миграцию на наш остров, чтобы никто на этих надувных лодках китайских не приезжал вот к нам. И я подумала тогда еще, я подумала, интересно, а на ком, на ком они тренируют украинских солдат? И, в общем, вот так вот получается, что, как говорится, зарабетчанство всестороннее, как это трехсторонняя стратегия, трехсторонняя стратегия. Ну а пока, пока.